Обстановка в мире остается сложной, подвижной и вряд ли мы сегодня сможем сделать какие-то претендующие на завершенность выводы. В то же время очевидно, что украинский кризис серьезно встряхнул международную ситуацию и его воздействие будет ощущаться еще достаточно долго. Политологи пытаются приклеить к кризису какие-то клише. То новая холодная война, то самый серьезный кризис за последние 30 лет. Думаю, важны не ярлыки, а существо происходящего. И в этой связи хотел бы поделиться некоторыми соображениями. То, что произошло на Украине, стало не проявлением принципиально новых тенденций, а скорее кульминацией курса, который осуществлялся западными партнерами многие годы в отношении России. Собственно, привычка не воспринимать русских как своих присутствует в Западной Европе столетиями. И это несмотря на то, что в течение как минимум последних трех веков мы являемся неотъемлемой частью европейской культуры и политики. Именно периоды наиболее активного участия России в общеевропейских делах характеризовались стабильностью и спокойствием на континенте. Не хотелось бы сейчас погружаться в размышления о том, почему не удается выйти на подлинное партнерство в Европе. Очевидно, свою роль играют различия в мировоззрении, историческом опыте, традициях. Наконец, просто огромные размеры нашей страны. К сожалению, линия на то, чтобы видеть в России прежде всего соперника, а не партнера, проводилась и после распада СССР. По существу в более мягкой форме был продолжен курс на сдерживание нашей страны. И к нашему удивлению стали даже оперировать тезисом о том, что Советский Союз с его коммунистической доктриной, по крайней мере, дескать, оставался в рамках выработанной на Западе системы идей, в то время как новая Россия возвращается к своим традиционным ценностям, коренящимся в православии, и вследствие этого становится еще менее понятной. Речь, конечно, не только об этом. В последнее время все отчетливее проявляется противоречие между объективно укрепляющейся многополярностью и стремлением США, да и в целом исторического Запада, сохранить свои привычные доминирующие позиции между культурно-цивилизационным многообразием современного мира и попытками навязать всем одну шкалу ценностей, которая, кстати, все больше отрывается от своих собственных христианских корней, а значит, все менее восприимчива и к религиозным чувствам людей других вероисповеданий. Сказалось и желание западных элит показать, что отмечавшаяся весь последний период тенденция снижения относительного веса Запада в глобальном балансе сил не является необратимой. На память приходят слова Достоевского, который в свое время с иронией писал, что надо послужить европейской правде, так как никакой другой нет и быть не может. В течение последней четверти века мы с партнерами в Евроатлантике вели разговоры о восстраивании стратегических отношений, создавали совместные структуры, призванные этому способствовать, принимали политические декларации с призывами к формированию единого пространства мира, безопасности и стабильности. И одновременно западные партнеры продвигали свою повестку дня, игнорируя во многом интересы России, расширяли НАТО, в целом вели дело к тому, чтобы передвинуть контролируемое ими геополитическое пространство вплотную к российским границам. Складывается впечатление, что наша страна попала под удар как наиболее активный в современном мире выразитель самостоятельной точки зрения, считающий независимую политику своим естественным правдом. Такая линия, разумеется, не сочетается с претензиями кого бы то ни было на отстаивание собственной исключительности. На Западе все легче встают в отношения России в позу обвинителя. Когда мы защищаем базовые принципы международного права, отвергаем незаконное вмешательство во внутренние дела суверенного государства, нас упрекают в чрезмерном консерватизме, в том, что мы зациклились на статус-кво и не замечаем происходящих в мире перемен. Когда же мы поддерживаем свободные воли изъявления народа Крыма в полном соответствии с его правом на самоопределение, нас начинают называть ревизионистской державой, пытающейся вернуть в международные отношения геополитическое соперничество. В действительности геополитика никогда и никуда не уходила, просто была попытка делать вид, что она является прерогативой лишь группы избранных государств, способных перекраивать по своим лекалам ситуацию повсюду в мире. Самое парадоксальное, что все это происходит вопреки очевидной и объективной выгоде, которая могла бы принести обеим частям европейского континента объединение технологий, ресурсов, человеческого капитала. В известной мере данное противоречие может объясняться тем, что курс на ограничение возможностей России возглавляют не европейские державы, а прежде всего Соединенные Штаты. Многие аналитики в России, в Евросоюзе, да и в самих США подчеркивают, что американцы стремятся не допустить объединения потенциалов России и ЕС, руководствуясь прежде всего задачами сохранения собственного глобального лидерства. Эммануил Валерстайн писал недавно о предследующем вашингтонских политиков «Кошмаре оси Париж-Берлин-Москва». Бытует мнение, что указанные соображения во многом определили выдвижение США инициативы о создании трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства. Если смотреть на ход событий с этой точки зрения, то получается, что евросоюзовская программа «Восточное партнерство», инициаторами которой выступили предельно лояльные США члены ЕС, использовалась как средство создания своего рода нового санитарного кордона между Евросоюзом и нашей страной. То есть, говоря другими словами, для противодействия стратегическим интересам как России, так и всего Евросоюза по совместному поиску новых источников развития. В последнее время стало особенно очевидно, что сделан выбор в пользу активизации действий по отбрасыванию России. Видимо, со стороны США более сознательно, а со стороны ЕС в значительной мере солидарность с американскими партнерами и в надежде, что России придется проглотить очередную волну наступления на ее интересы. Причем, сделан этот выбор был задолго до начала кризиса на Украине. Достаточно вспомнить такие вехи раскручивания антироссийской спирали, как список Магнитского, обвинение нас в поддержке сначала во всех грехах Ирана, а потом Сирии, да и сам факт подготовки и проведения Олимпиады в Сочи стал поводом для взвинчивания антироссийской пропаганды в пропорциях, не имеющих ничего общего со здравым смыслом и элементарной порядочностью. Украина стала, как выразился Владимир Путин, тем рубежом, за которым дальнейшее сжатие и пружина уже невозможно. Мы многократно предупреждали западных коллег о недопустимости раскачивания хрупкой внутриполитической ситуации на Украине, о крайне серьезных последствиях создания очага нестабильности в Европе. Несмотря на это, было осуществлено грубое вмешательство во внутриукраинские дела, срежиссирован и поддержан антиконфессионный государственный переворот с опорой на ультра-националистические и даже неонацистские силы. Россия отреагировала на это единственно возможным способом, продемонстрировав, что мы ни при каких обстоятельствах не будем наблюдать за осуществлением очередной операции по смене режима в соседней стране, за неприкрытой атакой на русских, их язык, историю, культуру, их законные права в соответствии с общие европейскими конвенциями. При этом мы неизменно стремились и остаемся готовы участвовать в совместной честной работе по содействию украинцам в преодолении кризисной ситуации в этой братской стране. Мы поддержали соглашение 21 февраля, хотя и считали его далеко не идеальным. Участвовали в выработке Женевского заявления от 17 апреля. Мы поддержали дорожную карту, разработанную действующим председателем ОБСЕ, президентом Швейцарии. Все эти документы содержат общие и главные принципы, реализация которых может привести к восстановлению мира на Украине. Это прежде всего прекращение насилия, начало инклюзивного внутриукраинского диалога, который должен обеспечить учет законных интересов всех регионов страны. Мы практически ежедневно призываем зарубежных спонсоров киевских властей использовать свое влияние, чтобы обеспечить немедленное прекращение войсковой операции на юго-востоке Украины. После этого станет реальным поиск путей налаживания переговорного процесса о выходе из кризиса. Теперь о том, как нам видится дальнейшее развитие международной обстановки. Прежде всего, мы против скатывания в русло примитивных схем прямолинейного противостояния между Россией и Западом. Второе издание «Холодной войны» в современном глобальном мире невозможно по целому ряду причин. Но, во-первых, Европа уже не является неоспоримым центром мировой политики, и у нее не получится вести дела так, как будто события в других регионах не имеют существенного значения. Отмечу, что в опубликованном Минобороны США очередном четырехгодичном обзоре акцент делается на том, что США в первую очередь Тихоокеанская держава. Во-вторых, из-за того, что начался украинский кризис, глобальные вызовы не исчезают. Отказ от сотрудничества между всеми ведущими державами отнюдь не способствовал бы урегулированию конфликтных ситуаций вокруг Сирии, иранской ядерной программы на Корейском полуострове, в Афганистане, да и на Палестино-израильском треке. Не забудем и о кризисах в Африке. Мы уже приходили на помощь Евросоюзу в Чаде и Центрально-Африканской республике, совместно работали против пиратов. Россия готова продолжать вносить конструктивный вклад в решение трансграничных проблем, разумеется, на взаимоуважительной и равноправной основе. Только коллективными усилиями может быть организовано эффективное противодействие таким вызовам, как терроризм. Кстати, Барак Обама, выступая в Вестпойнте, назвал его главной угрозой безопасности США, наркоиндустрия, распространение оружия массового уничтожения, незаконная миграция, изменение климата и многое другое. Обрубать канаты и задраивать люки – не вариант в отношениях между Россией и Западом ни для нас, ни для них. Однако ясно, что и к прежней, неискренней в отношении России, наполненной двойными стандартами модели взаимоотношений, возврата, видимо, не будет. Хотелось бы думать, что нынешний кризис станет своего рода освежающей грозой, которая, может быть, не сразу, но позволит перевести отношения с западными партнерами на более здоровую и честную основу. В ней, наверное, будет меньше мучительных дискуссий о поиске общих ценностей и больше признания и права друг друга быть разными, больше стремлений строить отношения на прочном фундаменте равноправия, взаимоуважения, взаимного учета интересов. Мы намерены сохранять позитивную повестку дня во взаимодействии со всеми партнерами в Евроатлантике, убеждены в перспективности идеи Владимира Путина о едином экономическом и гуманитарном пространстве от Атлантики до Тихого океана, в которые могли бы войти страны Евросоюза, государства Евразийского экономического союза, а также страны, расположенные между этими интеграционными блоками, включая Украину, других участников Восточного партнерства, да и Турцию. Если бы удалось в принципиальном плане закрепить такую стратегическую цель, то поэтапное продвижение к ней существенно облегчило бы преодоление серьезных дисбалансов и в области европейской безопасности. В этом смысле, и особенно в контексте украинского кризиса, сохраняет актуальность и наше известное предложение о кодификации принятых в ОБСЕ политических обязательств о равной и неделимой безопасности в Евроатлантике. Россия твердо привержена философии выстраивания коллективных действий на прочной основе международного права, при том, что международное право не должно использоваться как инструмент обслуживания интересов лишь отдельных участников международного общения. В любом случае, концепция превращения исторического Запада в некий бастион, из которого можно управлять мировой экономикой и осуществлять функции глобального полицейского, это опасная иллюзия. Опасная не потому, что она может быть реализована. В современном мире построение таких отгороженных от других оазисов благополучия и безопасности просто нереально, а потому что попытки ее осуществления могут еще больше подорвать международную стабильность. Мы давно предлагали другой путь – соединение потенциалов и политической воли всех трех ветвей европейской цивилизации в интересах обеспечения ей устойчивой перспективы в сегодняшнем, динамичном и высококонкурентном мире. Разумеется, такое взаимодействие должно выстраиваться на основе признания объективной реальности в формировании новой демократической, полицентричной системы международных отношений в полном соответствии с изначальным замыслом, заложенным отцами-основателями в устав Организации Объединенных Наций. Важнейшим направлением российской внешней политики является последовательное укрепление многовекторности. Речь не идет о выстраивании антиамериканских, антизападных конструкций. Российская реакция на недружественные выпады из-за океана в последнее время ясно показывает, что мы не принимаем приглашение к такого рода играм, не намерены втягиваться в бессмысленную конфронтацию только ради того, чтобы предоставить США и НАТО желанный образ врага. Твердо убеждены, что без подлинного партнерства основных центров силы, эффективное управление современным миром невозможно. Исправление исторически сложившегося перекоса в сторону Запада – вполне реальная задача. Но решать ее мы бы хотели не за счет сокращения объемов сотрудничества на западном направлении, а через наращивание взаимодействия на других, прежде всего на векторе Азиатско-Тихоокеанского региона. Итоги недавнего визита президента России в Китай стали крупным прорывом в углублении интеграции нашей страны в этот регион, да и в целом российско-китайское взаимодействие утверждается как весомый фактор мировой политики, работающей в пользу демократизации международных отношений. В этом же ряду стоит и взаимодействие в рамках РИК – Россия, Индия и Китай, основоположником которого был Евгений Максимович Примаков. Необходимо активнее задействовать и потенциал шанхайской организации сотрудничества, в том числе для совместного противодействия угрозам, генерируемым ситуацией в Афганистане. Предстоящий саммит БРИКС в Бразилии призван подтвердить эффективность этой влиятельной группы, представляющей собой образец сотрудничества поверх региональных структур и не против кого-то, а ради продвижения совпадающих интересов. Россия при любых раскладах остается крупным глобальным игроком, а это предполагает продолжение энергичной политики по всем азимутам, в том числе в развитии отношений со странами Латинской Америки и Африки. Моя недавняя латиноамериканская поездка показала, что для этого имеются хорошие возможности. Решение российского присутствия приветствуется по существу всеми странами региона. Уважаемые коллеги, обстановка в мире остается сложной, ее развитие труднопредсказуемо, можно быть уверенным, что будущее преподнесет нам немало сюрпризов, в том числе в виде возникновения факторов, меняющих правила игры. Представляется очевидным, что международное развитие не будет линейным и будет сопряжено с новыми развилками и поворотами, связанными с дополнительными рисками и возможностями. Рассчитываем, что солидный интеллектуальный потенциал РСМД будет в полной мере задействован в интересах своевременного осмысления событий и формулирования свежих идей, продуманных предложений, работающих на обеспечении действенности и эффективности российского внешнеполитического курса. Благодарю за внимание.